Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы». Чтение на каждый день. Господь очень хочет прощать людям их грехи, но для этого они должны соблюсти определенное условие – признать и исповедать свои проступки. Размышления на Евангелие от Матвея, 9 глава, со 2 по 8 стихи. Прощаются тебе грехи твои. Расслабленный получил от Господа исцеление и прощение грехов. Первое было видимым, второе – невидимым. Прощение грехов – это великое дело. Оно несравненно больше и важнее, чем исцеление от какой-либо болезни. Господь очень хочет прощать людям их грехи, но для этого они должны соблюсти определенное условие – признать и исповедать свои проступки. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. К сожалению, это условие многих удерживает, и они остаются непрощенными. Иисус засвидетельствовал всем окружающим о его греховности. Скорее всего, и болезнь его была связана с этими грехами. Поэтому, исцеляя человека, Иисус не мог не сказать об этом. Грех должен быть открыто осужден. Хорошо не делать греха, чтобы не стыдиться при его обнаружении. Но если грех сделан, то он обязательно откроется. Лучше пусть это произойдет в настоящее время, когда можно получить прощение, а не тогда, когда уже будет поздно. Иисус Христос хочет, чтобы все об этом знали и воспользовались возможностью освободиться от греховной ноши. Власть прощать грехи Иисус получил, заплатив за это высокую цену. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. Он пошел на позорную смерть, принял насмешки и злословие ради того, чтобы иметь власть прощать грехи. Конечно, человеку стыдно признать свою вину, но это справедливо, и результат этого признания – вечное прощение. Велика была радость расслабленного, получившего прощение грехов, хотя о них знали окружающие. Без этого прощения физическое исцеление не дало бы полной радости, потому что духовные переживания гораздо глубже и сильнее, чем физическая боль. Иисус увидел веру тех, кто принес расслабленного. Она тоже является условием для получения прощения. Господь достоин нашего доверия, и Он ищет нашей веры. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.